Десногорский многофункциональный центр действует уже пять лет. Его основная задача – предоставление муниципальных и государственных услуг. Всего их около 250. В основном – это регистрация права собственности, социальные услуги, выплаты и пособия, субсидии, замена паспортов и водительских удостоверений. Причём всё это можно сделать за одно обращение. Приходить нужно с оригиналами документов, а также паспортом. Ожидание в электронной очереди составляет не более 15 минут. Существует и предварительная запись через сайт МФЦ. Работники центра помогают на нём зарегистрироваться. Зарегистрироваться, заполнить регистрационные данные может любой гражданин у себя дома с помощью интернета. Подтверждение учётной записи можно пройти в МФЦ. Для этого нужно обратиться с паспортом и с НИЛСом. Ну и собственно всё, все услуги после регистрации, которые там на тот момент доступны, они работают. Доступность услуг напрямую зависит от количества указанных на сайте личных документов. Тем, кто хочет отслеживать налоговую задолженность, нужно указать свой ИНН. А для контроля за штрафами ГИБДД необходимо внести сведения об автомобиле или водительское удостоверение. Ещё один несомненный плюс портала – это оплата госпошлин. При уплате с помощью сайта начисляется скидка 30%. Также есть пошаговая инструкция, как правильно ввести данные. Учитывая огромные плюсы портала, лесногорцы успешно его осваивают. «Как школьный учитель я пользуюсь именно школьным журналом. Через портал госуслуг очень удобно. Ну как, в очередь стоять не надо. Пришёл, посидел, газетку почитал и получил услугу, какую надо». В многофункциональном центре можно не только подтвердить личность для входа на сайт. Специалисты помогают зарегистрироваться или восстановить учётную запись. Данные порталы надёжно защищены современными системами, что позволяет хранить большой объём данных без угрозы взлома.